Митрополит Саратовский Вольский Игнатий посетил вторую кафедру епархии, город Вольск. Архипастер совершил божественную литургию в Троицком соборе, а затем посетил еще несколько приходов района. Вольск, как и Хвалынск, можно назвать одним из красивейших городов нашей области. До революции он был любимым детищем местных меценатов, которые в основном большую часть времени проживали в Петербурге, Москве и Астрахани, но уделяли немалое внимание этому уездному городку, благоукрашая его в лучших традициях архитектуры северной столицы. Случайно оказавшиеся в Вольске путешественники поражались атмосферой города, строениями, храмами, его меловыми горами, Волгой. После революции многое сохранить не удалось, а многое пришлось строить с нуля, как, например, Троицкий кафедральный собор Вольска. Посетив этот город, митрополит Игнатий совершил божественную литургию в Кафедральном соборе живоначальной Троицы Вольска. Во время богослужения владыка совершил хиротесию в очтеца студента Саратовской православной духовной семинарии Даниила Конькова. За усердное служение Святой Христовой Церкви и в связи с 65-летним юбилеем митрополит Игнатий наградил клирико Владимирского женского монастыря города Вольска Протерия Георгия Проценко медалью Саратовской митрополии «Спас нерукотворной третьей степени». Я от всей души поздравляю вас с крестным днем. Очень рад с вами разделить радость божественной литургии. У кого будет желание и возможность после божественной литургии, можете задержаться. Мы пойдем служить за упокойную лютью по расстрелянным священнослужителям, которые служили в Вольске. И один из них был Ирей Яков, расстрелянный священник. Это родной дедушка Вячеслава Викторовича Володина. Это правотец человека, который восстановил этот замечательный Троицкий собор в Вольске. После литургии на территории кафедрального собора у стояла в память всех невинно убиенных и пострадавших за веру Христова, была совершена за упокойная литья. Собравшиеся молились о том, чтобы никогда больше в истории Отечества нашего не было таких времен, когда людям приходилось бы расплачиваться жизнью за свою веру. После богослужения архипастор вместе с исполняющим обязанности главы Вольского района Андреем Татарином ознакомился с ходом работы в строящемся храме во имя святителя Германа Вольского, который был возведен при содействии председателя Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина. Митрополит Игнатий отметил, что в Саратовской епархии в скором времени будет учреждена медаль в честь святителя Германа, ставшего одной из первых жертв большевистского террора против духовенства на Саратовской земле. Храм священного ученика Германа и епископа Вольского построен в поселке Северный микрорайон Вольска. Поскольку довольно большой район города появился в 70-х годах прошлого века, в период советской власти храма там никогда не было. Но уже в новом веке в нем повозникла потребность. В августе 2013 года было начато строительство. В мае 2021 года в храме была совершена первая божественная литургия. Затем Владыка вместе с исполняющим обязанности главы террористского муниципального образования Николаем Лавриненко побывал в Богоевленском храме села Терса, где побеседовал с прихожанами. Это старинное село было основано рыбаками Московского Новоспасского монастыря на рубеже 16-18 веков. Здесь стояла каменная Богоевленская церковь. В 30-х годах здание полностью разрушили. Возрождение прихода началось в 2003 году. Рядом с фундаментом разрушенной церкви строился новый храм. В 2012 году было совершено его великое освящение. После этого архипастер отправился в Шиханы. Вместе с исполняющим обязанности главы Вольского района Андреем Татариновым он посетил храм в честь иконы Божьей Матери Скорпослушниц. Там он побеседовал с верующими. Поселок Шиханы был основан в 20-е годы 20-го столетия. Ранее здесь никогда не было храма. В 1996 году администрация выделила часть здания для размещения в нем молитвенного дома. С 2010 года в здании велись масштабные ремонтные работы. Осенью 2015 года состоялось великое освящение этого храма. Из поселка Шиханы Владыка отправился в поселок Шиханы-2. После осмотра Свято-Никольского храма в поселке Шиханы-2 митрополит Игнатий Андрей Татаринов встретились с командиром войск химзащиты полковником Валерием Моноземцевым и командиром 1-й мобильной бригады войск химзащиты полковником Сергеем Селезневым. Владыка посетил дом офицеров Шиханского гарнизона, где он ознакомился с экспозицией музея, полевым храмом во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского и пообщался с военнослужащими срочной службы. Ну и последним пунктом поездки стал Свято-Ильинский храм поселка Сеной. Владыка побывал там вместе с главой администрации поселка Сергеем Хохалиным. Митрополиту Игнатию рассказали об истории строительства храма и современной жизни прихода. Поселок Сеной был основан в 1943 году. Православный приход был организован в 2001. Командование войсковой части выделило часть здания казармы для размещения в нем храма в честь пророка Ильи на время строительства основного здания храма. Ну а строительство церкви началось в 2010 году и великое освящение ее состоялось в 2015 году.